Выставочный центр изменился до неузнаваемости. Сегодня главный день Пермского экономического форума. А это по сути штаб, в котором именитые российские и зарубежные эксперты обсуждают и решают проблемы, выходящие за пределы одного региона. Пленарная сессия началась с разоблачения. Участники дискуссии решили снять галстуки. Свобода в движениях, свобода в мыслях. И если открывая форум полпредпрезидента Григория Рапота и губернатора Олега Черкунов еще соблюдали официальный дресс-код, то же общение с журналистами проходило в формате без галстуков. Эта особенность именно пермской дискуссионной площадки отметил Григорий Рапота. Пермь предоставляет очень хорошие возможности для свободного обмена мнениями, причем спорными зачастую. И здесь нет никакого элемента ни давления, ни диктата, ну кроме разве ведущего, который определяет регламент. Это место общения для профессионалов, для специалистов. Здесь достаточно немного нас, госчиновников, все-таки здесь в основном наука, пресса, журналисты, представители гражданского общества. Вчерашний форумный день был целиком посвящен пермской городской тематике. Сегодня здесь уже обсуждают вопросы федеральной повестки. Как России преодолеть недостатки 90-х и нулевых? И как развиваться в ближайшее десятилетие? Пищу для размышлений дало выступление писателя-культуролога Владимира Попернова. 90-е он определяет как культура-1, задавший революционный тренд. 2000-е как культура-2, время реставрации. Прогресс возможен, если удастся создать культуру-3, уверен он. Я вижу новые силы в России, новые идеи. Мне кажется, что возможность вот такой синтетичной культуры, который бы соединил в себе революционность и порядок. Эксперты сходятся во мнении, что культура-3 – это переход от сферевой экономики к инновационной, развитие гражданского общества и повышение культурного уровня. В этом смысле у Перми есть задел, уверен один из докладчиков Глеб Павловский. Он высоко оценивает потенциал таких пермских проектов, как Пермь – культурная столица и мода на мозги. Москва не борется за моду на Москву. Поэтому Москва – это не модно, а Пермь – это модно. Особое внимание заслужил доклад Пьера Жанна Эверата. Американский профессор, доктор экономических наук, он в разные периоды был в руководстве нескольких широко известных компаний, таких как Гудиер, Филипс Электроникс, Инбеоф, и знает, как добиваться успеха. В Перми работают 70 компаний, в крае 500. Это хорошая база для того, чтобы проводить инновации. Кроме того, совершенно правильно, что вы делаете упор на образование, на студентов, будущих инженеров. Эрнандо Десото, Владимир Мау, Анатолий Карачинский и другие. Немало интересных спикеров прибыли на Пермский экономический форум. Он продолжится и в выходные. Елена Закирова, Александр Хробостов, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова